всем привет на канале удач мы сегодня мы с вами продолжаем тему хамас хизбаллы вот этих функционеров которые с одной стороны кричат о том что они за справедливость за мир на земле и так далее с другой стороны этих террористов бандитов поддерживает открыто достаточно большое количество держава в мире и я вот сейчас хотел бы вам привести один из примеров того как реагирует немецкая общественность на вот эти вот демонстрации пропалестинские буквально неделю назад после того когда цахал уничтожил главаря хамас синвара в берлине прошла новая пропалестинская демонстрация на этой демонстрации вышли примерно около тысячи человек в общем вы посмотрите фотографию а я вам сейчас просто зачитаю статью чтобы никто не говорил что я это беру от балды есть такие люди которые вот так вот говорят кстати сейчас буквально вот маленькие такое отступление и переходим к статье я предупреждал о том что под этими видео которые меня касаются именно борьбы израиля против террористов и так далее если будут появляться люди которые восхваляют террористов восхваляют хизбаллу и хамас они будут отправляться в бан нашелся все таки один назвал себя цезарским прокуратором написал мне что типа вот в кавычках взял меня типа не еврей владимир блин защищает израиль а все комментарии которые относятся к про арабской теме уничтожает и отправляет всех в бан во первых если комментарий соответствует правилам канала и довольно корректен то этот комментарий остается но если это троллятина или восхваление того что мол хамас и хизбалла сделали и так и нужно то естественно я такие комментарии самих этих хозяев этих комментариях удаляют то что мне такие извините изображение да вот сейчас одна женщина сказала нужно по культурам рожаться мне такие подонки на канале не нужны все а теперь переходим к статье на пропалестинской демонстрации под названием остановим геноцид в газе в берлине в шарлоттенбурге в субботу суббота это было 19 число участники показали фотографию убитого лидера хамас яхи синвара на снимке изображен голова террористической организации в молодом возрасте отвечая на вопрос об этом йозеф шустер президент центрального совета евреев германии сказал в интервью телеканалу вельт что это показывает каким духовным ребенком являются люди которые выходят здесь на улице в поддержку террористических организаций и их главарей поддержка имиджа лидера террористов несущего ответственность за резню 7 октября 2023 года в которой погибло 1200 человек именно вот это вот саму шустеру непонятно как нужно поддерживать такого человека который спровоцировал именно эту бойню это это убийство дальше по статье председатель центрального совета евреи в германии далее объяснил телеканалу вельт что опыт последних нескольких месяцев показывает что все эти демонстрации не являются мирными демонстрациями где вы можете выразить свое мнение демонстрация в эту субботу как я уже сказал 19 числа демонстрация в эту субботу в берлине еще раз показала что уже заранее можно было предвидеть что произойдет преступное деяние поэтому в интервью он потребовал что так чтобы такая зарегистрированная демонстрация не была одобрена я вам уже говорил о том что люди имеющие желание создать демонстрацию они подают прошение регистрируются естественно подписывать бумаги о том что не будет кричаться никаких не лозунгов про нацистских и так далее подстрекающих или антиконституционных конституционных они все это делают но демонстрации показывает свое истинное лицо так вот но господин шустер также надеется что административные суды теперь тоже будут смотреть на эти демонстрации таким же образом как и он к сожалению мы часто видим что люди придерживались мнения что большинство демонстрации должно быть одобрено даже несмотря на то что впоследствии в этих демонстрациях имели место жестокие эксцессы с преступными действиями по данным полиции в демонстрации в шарлотенбурге приняли участие около тысячи человек среди прочего выкрикивались криминально значимые лозунги а переводчик подвергался оскорблением и нападения со стороны демонстрантов полиция также сообщила что использовались знаки антиконституционных и террористических организаций сообщается что два гораздо меньших по размеру контр митинга были запросаны камнями и бутылками со стороны демонстрантов участники демонстрации также бросали и в полицейских зажженные дымовые шашки и яйца мирная демонстрация не правда для ну ладно продолжаем читать статью дальше фотограф deutsche press agentur сообщил что среди прочего можно было услышать лозунг от реки до моря палестина будет свободной речь идет о районе между рекой иордан и средиземным морем исламистский хамас понимает что государство израиль должно исчезнуть под данным федерального министерства внутренних дел этот лозунг запрещен в германии если он используется как символ хамас всего на демонстрации полиция временно арестовала 57 человек кроме того возбуждено 25 уголовных дел и заведено 34 протокола об административных правонарушениях это сообщила пресс служба полиции несовершеннолетним запретили дальнейшее командирование из-за его возраста и состава уголовного законодательства и в конечном итоге свобода этого человека который принимал участие активное участие в демонстрации пропалестинской была ограничена то есть его взяли под стражу уголовное дело было также возбуждено поскольку сотрудников полиции обвинили в оскорблении участника демонстрации то есть когда ну статья закончилась то есть когда демонстранты оскорбляют унижают полицейских бросает в них камни это нормально это скажем так выражение своего мнения свобода слова а когда полицейский дал дубинкой по кумполу демонстранту который кинул в него камень с брусчатки это уже уголовное дело против полицейского понимаете вот тут у нас проблема в том что наше правительство сегодня само сгнившее и довело страну до такого состояния когда у нас в стране любая шваль может спокойно выйти на свою демонстрацию и начать кричать какие-то скажем так антиконституционные или российские лозунги и за это максимум что и этой гадости могут только дать штраф но если полиция попытается пресечь эту гадость эту демонстрацию на корню то против полицейских возбуждаются уголовные дела странноватая ерунда вам не кажется ну а теперь давай мы продолжим наш видео выпуск следующей статьей которая перекликается с предыдущей темой пропалестинской демонстрациях в стране в германии в частности в берлине в крупных городах в гамбурге гамбурге вообще по моему две недели назад прошла демонстрация что-то около двух с лишним тысяч человек тоже кричали за свободу палестины и так далее ну так вот тема которая скажем так по моему мнению взаимосвязана с этими пропалестинскими демонстрациями и так опять же я вам зачитываю статью потом если вы хотите я вам дам ссылки на эти статьи на первую и на вторую статью которые с которых я и делаю вам этот видео выпуск чтобы вы сами могли потом прочесть прочесть то что я вам сказал и не сказать что мол типа я выдумал какую-то ерунду или кто-то говорит что мол типа я проплачу так вот читаем новая статья но относится также к этим демонстрантам и людям настроенным против других наций в рамках своей феминистской внешней политики федеральное министерство иностранных дел поддерживает женщин журналистов ираке исследования показывают что номинальный руководитель проекта работал на несколько исламистских вещателей находящихся под контролем стражи иранской революции о ком идет речь переходим к самой статье во всемирный день пить свободы печати 3 мая 2022 года сотрудники федерального министерства иностранных дел опубликовали двухминутный двухминутный видеоролик на странице министерства в фейсбуке на этом фото хиба эль-маджид стоит перед камерой журналистка из ирака журналист из города кербела в ираке носит зеленый пиджак и белый платок ее слова я работаю журналистом и репортером в местных иракских средствах массовой информации говорит она ваша профессия сталкивается с убийствами преследования и террором в ираке в частности шантажу и клевете подвергаются именно женщины министерство иностранных дел поддержала журналистку в рамках проекта под названием ее очередь и теперь в 2022 году из министерства аналены бербок почти в каждом видео я ее упоминают недобрая вещь в проект который реализует фонд таспантер поступило около 100 тысяч евро отделение аналены бербок гордится поддержкой оказано иракскому репортеру эта поддержка упоминается в качестве примеров брошюре а феминистской внешней политики на предыдущей странице говорится что везде где это возможно будут защищены особо уязвимые группы такие как правозащитники и борцы за мир какой категории следует отнести журналистку из ирака остается под вопросом она регулярно работает на телекомпанию которая под данным органов безопасности соединенных штатов америки находится под контролем корпуса стражи исламской революции вот она как она развернулась в 2020 году по нару по наущению фбр министерство юстиции сша закрыла веб-сайт аль гадир тв который тогда размещался в сша согласно обвинению это управляя управляется корпусом стражи исламской революции или от его имени то есть рупором исламистской пропаганды ну что я могу сказать телеканал аль гадир принадлежит так называемой организации бадр исламистской партии которая не только является одним из наиболее важных политических игроков в стране но и формирует ополчение которое является одной из наиболее важных военизированных группировок в регионе согласно анализу фонда науки и политики похоже что эта организация все больше превращается в роль подобную той которую сыграла хизбала в ливане для ирана идеологически организация основана на идеях аяталы хаминьи и следовательно на государственной докрине исламской республики иран эль-маджид журналистка регулярно публикует фотографии со съемок телеканала своем профиле в инстаграм на других снимках она держит в руке микрофон телеканала нуджаба это вторая станция считается рупором шиитского ополчения харакат хизбала аль-нуджаба которая также поддерживается стражами иранской революции в мае двадцатого года эль-маджид разместила фейсбуке фотографию автомата на автомате выгравирована аль-нуджаба в правом верхнем углу фотографии красуется логотип милицейского подразделения под ним есть слово медиа война отсылка к журналистскому имиджу эль-маджид или как ладно идем далее на вопросы эль-маджид лишь объясняет что в настоящее время она не работает в этой организации а является фрилансером она не принадлежит никакой партии фонт аспантер по крайней мере решил предоставить эль-маджид доступ к семинарам и пребывание в берлине при финансовой поддержке министерства иностранных белой рмани на фотографии журналистка запечатлена вместе с другими участниками мид на одном снимке участники позируют для группового фото с госсекретарем дженнифер морган судя по всему репортер ранее принимала участие в программе академии дочи вели которая финансируется федеральным министерством экономического сотрудничества и развития о чем свидетельствует сертификат ее профиле в инстаграм почему федеральное правительство поддерживать женщину которая работает в исламистских пропагандистских средствах массовой информации мид не ответил на этот вопрос установленный срок пресс-секретарь фонда тасс пантер который руководит проектом ее очередь прислала длинное заявление участников отбирала международной жюри они сознательно решили что эль-маджид примет участие сознательной целью семинаров было также дать возможность молодой журналистские скербелы где доминируют шииты обменяться идеями с коллегами из других частей ирака а также с коллегами из европы ну чтобы расширить какие журналистки так и личный кругозор в ходе серии семинаров эль-маджид значительно развела свои журналистские способности журналистка в начале своей карьеры работала фрилансером на каналах аль-нуджаба т.в. и аль-гадир т.в. однако материалы которые они там публиковали имели только местную социальную направленность и не содержали никаких политических посланий когда проект начался в 2020 году она закончила свою внештатную работу на телеканалах аль-нуджаба т.в. и аль-гадир т.в. однако в этом есть сомнения только на своей странице в фейсбук репортер поделилась десятками публикаций в которых показано как она работала на телеканале аль-нуджаба в период с 20 по 22 год летом этого года 20 24 она судя по всему снова работала на канале аль-гадир в уже удаленном посте эль-маджид можно увидеть с микрофоном на радиостанции на конференции аль-акса в кербеле в августе согласно итоговой декларации присутствующие шиитские политики и духовенства призвали к сопротивлению и борьбе с преступным сионистским образованием вот вся статья к чему и подводит роль эль-маджид как независимого наблюдателя кажется увы сомнительной ее сфотографировались палестинским шарфом который носили все участники на одной фотографии она стоит перед плакатом с надписью газа триумф воли над тиранией также сомнительно что вклад эль-маджид на самом деле имел только местную и социальную направленность до начала финансирования она также сообщила о многочисленных политических событиях в ираке в 19-20 годах включая нападение армии сша на объекты иракских бригад хизбалла описанные статье как американская агрессия в своей личной жизни эль-маджид также неоднократно писала посты раскрывающие весьма политическое мировоззрение она несколько раз описывала погибших бойцов шиитского ополчения сарая аль-салам основанного радикальным священнослужителем муктадой аль-садром как героев последний раз в посте в фейсбуке в этом году в 2020 году она также назвала бойца 25 бригады шиитских сил народной мобилизации мучеником и героем ну то что они мученики да тяжело быть тяжело жить на земле когда у тебя мозги тупые вот то и мучаются подразделение сделала себе имя в борьбе с исламским государством но есть также обвинение военных представлениях и против него после военного разгрома исламского государства боевики сил народной мобилизации привлекли к себе внимание подавляя протесты в июле этого года она журналистка распространила мультфильм и затем и где в этом мультфильме журналисту оторвало голову бомбой а на бомбе звезда давида ниже написано бомба сделана в сша фонде тасс пантер считает что эль маджит воспользовалась возможностью которая была предоставлена ей в германии она сознательно приняла то что участвуя программе немецкого фонда у нее больше не будет профессиональных возможностей медиакомпаниях кирбелы в августе она снова работала на телеканале аль гадир по экономическим причинам потом ее освободили из-за ее международных связей освободили как это просто-напросто лишили ее возможности быть прикомандированным журналистом от ирана в германии то есть она сейчас будет также как вот эти вот господа устраивающие демонстрации за палестину организовывать такие демонстрации и при помощи своего журналистского опыта передавать это в одностороннем порядке тем кто сочувствует хамасу сочувствует хизболе сочувствует всем вот этим вот убийцам террористам расистам скажем так я не хочу сказать что я вообще против допустим против ирана или против тяжелеванцев ни в коем случае я против террористов это в первую очередь во вторую очередь я против лжи поэтому когда я говорю допустим сегодня я вот именно прочел вам две статьи со своими комментариями я без этого не могу потом я под этим видео оставлю вам ссылки на эти статьи чтобы вы сами могли прочесть их переведя на свой язык которому более понятно их читать статьи на немецком языке и когда приходят люди ко мне на канал и начинают говорить мол так мол так ты только одних выгораживаешь а других втаптываешь в гуану посмотри сколько сделали эти сколько сделали те хорошо это первый выпуск продолжением этого выпуску будет следующий потом через пару дней просто у меня на канале сейчас размещены целый ряд выпусков и мне нужно между ними все это вот вставлять где что-то сдвигать в сторону не перекладывать на другую дату поэтому следующий выпуск будет о том что я начал в одном из прошлых выпусков о тех деньгах о сумасшедших миллионах чуть ли не миллиардах долларов которые находит израильская армия в бункерах из баллы и хамас когда уничтожают этих главарей вот этих бандформирований ведь все эти деньги если бы вот эти вот которые кричат что почему бедные палестинцы так страдают если бы все эти деньги отдать тем бедным палестинцам которые страдают то они бы сегодня уже не страдали бы скажем так они сегодня жили бы от пуза но увы все эти деньги шли в карман в первую очередь их главарей вот эти вот синвара потом этого аббаса аббаса да да в том году или кто там всех вот этих функционеров хамас хизбалы это все шло в их карман они выделяли кое-что на покупку вооружения на рытье тоннелей на замазывание глаз голубым каском чтобы те предоставляли им возможность пользоваться их аппаратурой пользоваться их оборудованием и делать вид что они не замечают что у них в подвале завелись большие большие кроты которые ковыряют непонятно какой туннель и непонятно для чего наполняя этот туннель вооружением и пряча там деньги ведь видео выпуск будет следующим через пару дней а пока что вот вам информация для размышления почему у нас в германии разрешаются такие демонстрации потому что у нас наша министра иностранных дел аннолена бербок здравствуй дерево есть те кто знают это понимают тех как говорится кто в теме тебе поняли что я сказал здравствуй дерево поэтому такие демонстрации у нас разрешаются и когда наш министр иностранных Ана Лена Бербок садится за один стол отужинать с врагами Израиля, с антисемитскими журналистами, начинаешь задаваться вопросом, Леночка, а что ж ты там трепешься в Бундестаге в микрофон, пускаешь слезу, что тебе жалко бедных еврейских людей, которых уничтожают террористы Хамаса и Хезбаллы. И ты же в этот же день вечером садишься за один стол жрать блины и пить свой допелькорн с сосисками, с антисемитами. Ты уж определись, кто ты. Или ты немка, или ты заблокируешь же видео, елки-палки. Вот такие дела. В общем, как всегда, по традиции, не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой комментарий. Желающие поддержать наш канал финансово, пожалуйста, мы всегда только вам рады, благодарны каждой копейке, которую вы отправляете нам на развитие нашего канала. Всем огромнейшее спасибо. Ну и, конечно же, в самом конце. Не болейте, оставайтесь с нами. У нас всегда есть что-то полезное и хорошее абсолютно для всех. Всем удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok